Здравствуйте! В Станице Красногорска после обращения местных жителей главе Карачао-Черкесии начались ремонтные работы на системе водоснабжения. А в республиканской столице завершился прием документов от кандидатов на должность мэра Черкеска. ЕГЭ без школьников. 29 июня в России пройдет настройка экзаменационной системы. Пробные ЕГЭ будут проходить без школьников, поскольку предназначены для отработки технических и организационных моментов. Минимальный размер пособия по безработице будет увеличен в три раза – до 4,5 тысяч рублей. Об этом президент Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства по ситуации на рынке труда. Индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело, предложено выплачивать максимальное пособие в размере 12 130 рублей. Всего в настоящий момент пособия по безработице данного размера в России получают более 400 тысяч человек. Владимир Путин отметил, что сохранение рабочих мест и доходов семей в условиях распространения коронавируса является приоритетом для властей. А внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным. Учитывая сегодняшнее непростое положение в экономике и на рынке труда, согласен со следующим предложением, а именно продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, как вы и предложили, будет действовать до 1 октября 2020 года. Гражданину, у которого срок выплаты пособия по безработице истёк, достаточно будет обратиться с заявлением в службу занятости. И выплаты ему будут продолжены ещё на три месяца. Повторю, на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября. Пока это так, а дальше давайте будем исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда. Второе. Для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, как уже говорили, мы установили дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Это 3000 рублей на ребёнка в месяц. Согласен, давайте расширим применение этой меры. Распространим её и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года. Они также должны получить по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась. И, конечно, найти людям работу, даже если они потеряли её до 1 марта, очень сложно сегодня. Третье. Кроме граждан, работающих по найму, с трудностями действительно столкнулись и многие индивидуальные предприниматели. Полностью согласен с коллегами, которые сейчас об этом только что сказали. Сейчас регионы начинают постепенно выходить из режима ограничений. Деловая активность восстанавливается, в том числе и в сегменте малого бизнеса. Тем не менее, считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице также по верхней планке, а именно 12 130 рублей. И выплачивать его также в течение трёх месяцев. Далее. За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтверждённого дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы. Или они вовсе не были официально трудоустроены. Такое, к сожалению, бывает. В этом случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице 1 500 рублей. Ну, конечно же, этого мало, я полностью с вами согласен, коллеги. Такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства. Поэтому давайте действительно с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальные пособия по безработице втрое, до 4 500 рублей. В таком объёме оно будет выплачиваться также в течение трёх месяцев, до 1 августа. Я не случайно задал эти вопросы министру финансов. Деньги просчитаны, ресурсы имеются. Прошу правительства в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу по всем предложенным сегодня решениям. И отработать взаимодействие с регионами. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в селекторном заседании Президиума правительственной комиссии по оригинальному развитию, которое прошло под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснулина. Обсуждались итоги ввода жилья в первом квартале и прогноз по итогам сего года. Напомним, что в Карачао-Черкесии план ввода жилья на текущий год составляет 250 тысяч квадратных метров. По итогам первого квартала введено 37,5 тысяч квадратов, что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. А в настоящее время на территории республики ведется строительство 37 многоквартирных домов. И в связи с общей ситуацией по коронавирусу на всех объектах введены санитарно-эпидемиологические меры, за соблюдение которых несут ответственность руководителей строительных организаций. Темпы и объемы строительства находятся на постоянном контроле. В приоритете остаются социально значимые объекты, предусмотренные нацпроектами образования, демография, жилье и городская среда. Более 40 миллионов получит Карачао-Черкесия из федерального бюджета. Федеральное правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, которые должны компенсировать субъектам снижения бюджетных доходов. Средства, выделенные по поручению президента, направят в 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления на 1 мая текущего года оказались ниже, чем за два предыдущих года. Размер дотации для каждого субъекта будет определяться с учетом первоочередных расходов местных бюджетов. Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. В станице Красногорской начались ремонтные работы на системе водоснабжения. Произошло это после того, как местные жители отправили через соцсети обращение главе Карачао-Черкесии. Как поясняют в районной администрации, до недавнего времени подача воды в станицу шла из аула Сарытюз. Но в связи с нехваткой воды ее поставка была приостановлена. В связи с этим жителям станицы Красногорска вода будет подаваться с местной водокачки, где недавно прошли ремонтные работы. Для устранения недостатков системы водоснабжения и улучшения качества, поставляемой в Красногорку воды, заказан еще один насос и 700 метров труб. Сами ремонтные работы уже начаты, будут проведены, как обещается, в максимально короткие сроки. На сегодняшний день в Карачао-Черкесии подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии, а в регионе зафиксировано 856 подтвержденных случаев COVID-19. 262 человека выздоровело, пятеро, к сожалению, скончались. 401 сейчас госпитализированы. Остальные проходят лечение в изоляции на дому под наблюдением врачей. Ну а сейчас поговорим о статистике по стране и в мире. Начнем с Северного Кавказа. Чеченская республика – 1152 заболевших. Ингушетия за сутки – 40 новых случаев. Итого – 1906 больных. В Ставропольском крае – 2158 зараженных. Это плюс 72 человека за сутки. Кабардино-Балкария – 2509 заболевших. Дневной прирост – 87 человек. В Северной Осетии уже 2755 больных. И, наконец, в Дагестане больных коронавирусом – 4500. Что касается общероссийской статистики, то суточный прирост зараженных по стране составил 8000 человек. Инфекция за сутки унесла жизни 161 россиянина. Выздоровела 11 тысяч. Если говорить об общемировых данных, то официальная цифра зараженных превысила 5 миллионов. Наибольшее число пациентов с коронавирусом в США – 1,6 млн. На втором месте – Бразилия, Россия на третьем. Замыкают пятерку – Великобритания и Испания. Газ отключать не будут. Управление Госжилнадзора по Карачао-Черкесии рекомендовало газовикам приостановить отключение должников. Какими документами обе стороны подкрепляют свои позиции, разбирался мой коллега Арненчуков. В начале апреля правительство России выпустило постановление, по которому ресурсоснабжающим компаниям запрещено отключать за долги и жилищно-коммунальные услуги для населения. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать до конца года. Однако, каково же было удивление жителей Карачаева-Черкесии, которым в этом месяце начали отключать газ. Оказалось, что в «Газпроме» же регион «Газ Черкесск», изучив документ, не нашли в нем указаний, что мораторий на отключение распространяется и на голубое топливо. Мы 15 апреля обратились в орган государственного жилищного надзора с просьбой разъяснить, правомерно ли будет, если мы будем осуществлять ограничение поставки газа лицам, имеющим задолженность более двух периодов подряд. В связи с чем мы получили 18 мая ответ, что да, действительно это будет, это возможно, это правомерно. То есть, юридически газовики имели основания для отключения. Но отключали не всех подряда, только тех, кто помимо долгов, накопившихся еще до введения карантинных мер, в нарушение всех норм самовольно подключался к газовым сетям. Но с сегодняшнего дня перестали отключать и их, потому что появилось новое письмо, в котором жил надзор рекомендует не вводить ограничения на срок оплаты, пока не будут получены четкие разъяснения по этому вопросу. Управлением Государственного жилищного надзора 22 мая 2020 года направлено письмо в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой дать разъяснение положений постановления номер 424 в части, касающейся введения ограничений за коммунальную услугу по газоснабжению. Сколько придется ждать официального ответа от федерального центра в региональном жилнодзоре не знаю, но отключений газа пока не будет. К слову, Карачаево-Черкесия не единственный регион, столкнувшийся с этой дилеммой. В соседнем Ставропольском крае, например, должников по газу по-прежнему отключают от инженерных сетей. Арнес Чуков, Далин Мирзар, ХИЗ-24. Карачаево-Черкесия выделит около 300 миллионов рублей на цифровизацию системы здравоохранения в текущем году. Средства направят на оснащение медицинских организаций автоматизированными рабочими местами и оборудованием. Также планируется установить защитную сеть передачи данных и донастроить в ряде учреждений под системы введения электронных медицинских карт, управление потоками пациентов, профилактических осмотров и диспансеризации. В планах запуск Росреестр электронных медицинских документов, системы льготного лекарственного обеспечения, мониторинга кушерства и гинекологии. Минздрав России утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от тяжести заболевания. Если человек лечится дома и у него в течение трех дней температура не опускается ниже 38,5 градуса, то его должны госпитализировать, как пациента в состоянии средней тяжести. Также госпитализируют всех пациентов с COVID-19, которые входят в группы риска, также проживающих с лицами из этих групп. А регламентированы критерии, при которых госпитализируются несовершеннолетние – высокая температура, дыхательная недостаточность, тахикардия, хронические заболевания. Также госпитализация несовершеннолетнего обязательно, если нет возможности изолировать его от людей с группы риска и при отсутствии условий для лечения над домом. А в Республиканской столице завершился прием документов от кандидатов на должность мэра Черкеска. Всего за пост готовы бороться 4 человека, подробная информация о которых, согласно процедуре выборов, не может быть озвучена или передана третьим лицам. Известно, что изначально на конкурс было подано 5 заявлений, но один из кандидатов передумал. После ознакомления с документами претендентов и проверки их на подлинность, конкурсная комиссия представит кандидатуры на голосование депутатам Гордумы. Напомним, что пост мэра Черкеска стал вакантным после того, как бывший руководитель города Руслан Тамбиев ушел в правительство Карачао-Черкесии, проработав в этой должности почти 9 лет. Противовирусный барьер для безопасного общения с клиентами. Почта России усилила меры по недопущению дальнейшего распространения коронавируса, установив в операционных залах защитные экраны. С виду это тонкая прозрачная конструкция, а на деле хорошая преграда на пути у вируса. В Карачао-Черкесии такие мобильные барьеры появились в 36 отделениях почтовой связи, где сейчас отмечается наибольший поток клиентов. В одну из них побывала моя коллега Дарья Назарова. Отправить или забрать посылку, оформить корреспонденцию или же получить пенсию. Вот небольшой список услуг, которыми чаще всего во время пандемии пользуются жители Карачао-Черкесии, лично посещая почтовые отделения. А потому и очереди в операционных залах, как обычно и бывает, тут нет. Но чтобы обеспечить дополнительную защиту для персонала и клиентов, в отделении были оборудованы специальные защитные экраны, которые создают преграду на пути распространения коронавируса. В первую очередь, в принципе, для защиты работников, ну, в принципе, для посетителей. Потому что почтовая работа не прекращалась в связи с пандемией, вот, и посетителей как бы меньше не стало. Все пользуются услугами почты и так далее. К сожалению, не все граждане пользуются масками, вот, и хотя при всем при этом могли бы граждане пользоваться темными же услугами почтовой связи, находясь дома, но все-таки многие, в основном старшие поколения, пользуются услугами почты непосредственно в отделениях связи. И вот в связи с этим установлены эти барьеры. К такой мере уже прибегли около 40 наиболее крупных отделений связи Карачао-Черкесии, которые расположены во всех районных центрах. Сами конструкции мобильны, и при необходимости их можно убрать или перенести в другое место. Кроме того, защитные барьеры постоянно дезинфицируются во время санитарной обработки залов и кабинетов почтовых отделений. В отделении связи нами предусмотрено каждые 2-3 часа хлорка, хлорированная уборка, влажная уборка, протирать именно дверные ручки, где там потирать. Также в наших отделениях связи мы установили линии, где там метр-полтора метра, чтобы люди друг друга. Также нами выданы дезинфицирующие средства все отделения, масками обеспечены, перчатками обеспечены. Наши почтальоны еще обеспечены халатами, которые, когда идут на доставку, они одевают халаты, перчатки, маски. Предпринимая все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса, работники Почты России все же призывают своих клиентов воздержаться от посещения отделений и советуют пользоваться дистанционными каналами обслуживания. У нас есть официальный такой хороший сайт Почта.ру, где можно все вот эти заявки сделать, где можно отправление без всякой надобности, если человеку не нужно его посещать отделение Почтовой связи, мы всю его посылку, письменную корреспонденцию, как для того, чтобы принять, то есть откуда так пришло, так и для отправки. То есть человек приедет к нему домой, полностью примет посылку дома и также отправит эту посылку, куда надо будет. Напомним, что Почта России входит в перечень организаций, продолжающих свою работу во время объявленного на территории Карачао-Черкесии режима самоизоляции. Поэтому почтовые отделения, а их в регионе 145, активно функционируют, соблюдая при этом все меры безопасности. А в России в этом году на 9% повысят накопительную пенсию. Пресс-служба Пенсионного фонда сообщает, что перерасчет будет сделан беззаявительно с 1 августа и коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции. Повышение также получат участники программы софинансирования, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсии, а срочной пенсионной выплатой. Такую пенсию сегодня получают 32 тысячи российских граждан. С августа она будет повышена на 8%. Цена вопроса без малого 2 миллиарда рублей. А в Ассоциации туроператоров России рассказали журналистам, как будет организован допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края, которые начнут работу уже в следующем месяце. До 6 июня на Кубани действует карантин, и всех прибывающих будут отправлять на самоизоляцию в обсерватор. Но это не касается тех, кто планирует отдыхать в санаториях. Такие туристы будут проходить только проверку документов, включая путевку или другие подтверждения брони. Всех, кто будет приезжать в Краснодарский край, в аэропорту или на вокзале, ждет визуальный осмотр на выявление признаков ОРВИ. Далее следует проверка документов, путевки, справок или заключений об отсутствии коронавируса и контакта с инфицированными. При этом последний документ должен быть как у взрослых, так и у детей. В случае отсутствия указанных справок, туристов поместят в обсерватор. Приезжающих на личном транспорте будут проходить все процедуры уже на местах. Однако в ряде случаев документы и бронь могут проверить на дорогах сотрудники ГИБДД. Новости образования. 29 и 30 июня в России пройдут так называемые пробные ЕГЭ. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, это будет сделано, чтобы настроить экзаменационную систему. Проходить они будут без школьников, поскольку предназначены исключительно для отработки технических и организационных моментов ЕГЭ. А вот обычные госэкзамены стартуют уже 3 июля. Первыми выпускники будут сдавать литературу и географию. Сроки ЕГЭ для второй волны поступающих также определены. Они пройдут 3, 5, 7 и 8 августа. При этом приемная кампания в ВУЗе начнется в установленные сроки. А между тем Мегафон запустил специализированные онлайн-курсы для выпускников этого года по подготовке к единому госэкзамену. Курсы позволят школьникам не только просматривать видеолекции, но и отправлять педагогам выполненные задания на проверку. С подробностями наш корреспондент Анзор Курбанов. Руслан Джентемиров уже давно мечтает поступить в юридическую академию. И несколько лет готовился к сдаче единого госэкзамена, результаты которого должны обеспечить ему необходимый проходной бал. Но коронавирус мешал все его планы. Из-за режима самоизоляции нельзя посещать и школы, и репетиторов. Но Руслан уверен, современные проблемы требуют современных решений. Да, период самоизоляции, конечно, повлиял очень сильно на образовательный процесс, однако предпринимаются все меры для того, чтобы ученики получали информацию, получали знания. Ну, конечно, это сегодня проходит в очень непростом формате, однако есть множество образовательных платформ, которые могут поспособствовать нам в получении знаний. Ученики средних и старших классов также найдут полезные курсы на онлайн-платформах. Они смогут прокачать знания в различных областях математики и подготовиться к Олимпиадам по этому предмету. Платформа Мегафон образования очень привлекательна и важна тем, что там есть и видеоуроки, которые помогают получить качественные знания и информацию о том или ином предмете и о той или иной теме. То есть все предметы распределены по темам. Более того, каждый предмет также имеет свой блок. На онлайн-платформах преподаватели не только разбирают алгоритмы решения задач, но и обращают внимание ребят на правильное оформление ответов и заполнение бланков ЕГЭ, из-за ошибок в которых также можно потерять баллы. Платформа рассчитана на то, что ребенок может зайти в любое время, в любом месте и выполнить все задания, которые предоставляет платформа. Каждый ребенок может получить знания, подкрепить свои знания и пройти тестирование. Студентам и молодым специалистам доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг и финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные узкопрофильных специалистов, каждый из которых позволит обучаться, не выходя из дома. Анзор Курбанов, Далиль Мирза, Архыз 24 Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале «Архыз 24». Номер телефона редакции 238940 и код города 8782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова